сейчас у нас выступит виктория замкина это тоже очень интересное направление особенная йога до социализированный детский преподаватель по йоге и она расскажет об особенности практики я отключаюсь большое мы теперь ждем викторию какие-то вопросы если будут в чате вы на них поотвечаете да если контакты нужны то пожалуйста марина виктор она сейчас если контакт оставит я несколько раз уже кидала ссылку на ресурсы так что все доступно теперь мы ждем викторию да да если есть какие-то вопросы марина викторовна обязательно задавайте она еще с нами она здесь может может прокомментировать все то что она сейчас вам рассказала вкратце она очень увлеченный специалисты у меня всегда есть что рассказать спасибо да спасибо до свидания какая-то заминка в викторию виктория вы у нас на связи я видел викторию в кабинете мы видим какие-то проблемы сейчас со связью виктория вы можете начинать вещами если вы здесь извините да я tiles в валя Продолжение следует... 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 Важно мне вам объяснить, наверное, самые такие основы, потому что сейчас под йогой подразумевается много всего, и разные картинки, как говорится, возникают в уме, когда заходит речь о йоге, что это какие-то очень мудреные положения тела, и как шутят некоторые, что можно зайти в позу, но сложно из нее выйти, или вот что-то подобное. Также вот недавно я видела в обсуждениях у коллег, так сказать, физических терапевтов, что аэро-йога тоже уже теперь подразумевается как йога, например, антигравити программы, но дело в том, что как мне представляется, йога все-таки остается йогой, И можно, конечно, пытаться придумать, как говорится, колесо, но колесо давным-давно уже придумано. И как это должно быть, на мой взгляд, и как это работает для наших особенных детей? Простым языком очень попробую вам рассказать. Йога – это когда человек отдыхает и набирается сил. Настолько простые, настолько очевидные вещи происходят, но на фоне вот этой общей нагрузки, академической методикой, наши дети действительно находятся в постоянном стрессе, и когда они приходят на занятия йогой, это их шанс через ощущение тела, через управление дыханием, наконец-то выдохнуть и, наконец-то, почувствовать себя. Как набраться сил? Ну, понятно дело, что речь и о буквальной силе, когда мы укрепляем мышцы тела, без этого никак, потому что в процессе выполнения пост-йоги обязательно присутствуют и напряжение, и расслабление, и крупные мышцы, и мелкие мышцы, и снаружи, и внутри, конечно, будут задействованы, в связи с тем, что положения йоги очень разнообразные. Но при этом происходит это без напряжения, или, скажем так, должно это происходить без излишнего напряжения. И у нас для этого есть замечательный инструмент – это глубокое спокойное дыхание, которым мы учим наших особенных детей с самого начала, с самых первых занятий. Внимание направлено внутрь, мы практически не пользуемся никакими посторонними предметами, скажем так, или музыкой, которая может наших детей раздражать. И в ситуации такого максимального сенсорного отдыха проходят наши занятия. Как отдохнуть за это время? Ну вот я уже сказала, что сенсорная перегрузка у наших детей колоссальна, требования колоссальные. И тут нам ничего не остается делать, кроме как действительно постараться перестать думать об этом, перестать контролировать каждый миллиметр, скажем так, движения ребенка, отпустить некий свой перфекционизм и погрузиться в процесс. Вот очень модное сейчас, и особенно сейчас, в этом странном нашем периоде словосочетание «здесь и сейчас». Оно такое немножко философское, но в то же время это действительно так. То есть у нас нету какого-то конкретного плана на занятия, который ребенок обязан выполнить. Мы ориентируемся на ощущение, на спокойствие ребенка, на выражение лица ребенка, на дыхание ребенка. И если можно так, обратную связь от того, насколько ребенку становится спокойнее в своем собственном теле, и дискомфорт, и может быть какие-то болевые ощущения, конечно же, на наших занятиях не присутствуют. Или не должны присутствовать. Еще раз говорю, что йогов нынче много, учатся они в разных источниках, на мой взгляд, не всегда приближенных к оригиналам. И тут вот я рискнула добавить для вас такое санскритское слово, пусть оно с нами останется. Ахимса на санскрите, на языке йоги значит «не насилие». Мы не заставляем наших детей выполнять какие-то упражнения. Вот предыдущая коллега я услышала, говорила о том, что ребенок делать чего-то не хочет, и мы как-то ищем обходные пути. Но дело в том, что йога хороша тем, что богатство инструментов, огромное богатство инструментов позволяет нам подобрать то, что ребенок будет хотеть делать, скажем так. И у нас нет необходимости заставлять ребенка уговаривать каким-то образом или дополнительно стимулировать. Это очень-очень важно понимать, и именно поэтому важно тоже, мне кажется, родителям и специалистам уяснить, что если у ребенка есть какие-то противопоказания к спорту, к каким-то активным занятиям, то йога может стать замечательным вариантом, поскольку травм на наших занятиях не происходит. Ну, опять же, при условии того, что это действительно адекватная йога, а не нечто такое физкультураобразное под видом йоги. Мы занимаемся с детьми в любом состоянии тела, с вывихами суставов, с гипертонусами, с гипотонусами, с нестабильностью шейных позвонков, в общем, с эпилепсией, кстати говоря, хотя многие говорят, что йога запрещена детям с эпилепсией, но это не так, при условии адекватного подбора практик. Так что ненасилие, отсутствие напряжения – очень и очень важное отличие действительно йоги как йоги от разного рода физкультурных производных. Что еще? Важно понимать, как мне кажется, что йога – это действительно способ вернуть себя себе, поскольку наши дети и вот в их особенных состояниях они действительно разрываются, скажем так, между всякими специалистами, между родителями, между списками задач, которые стоят бесконечно, что в результате этого получается, что зачастую ребенок уже настолько перегружен, что он в некотором роде сдается, скажем, на волю взрослых и, может быть, перестает понимать свои границы. И где заканчивается воля взрослого, и начинается воля ребенка. Это гораздо чаще, чем, может быть, вы могли бы представить, если обратить на это внимание. Конечно, взрослые, может быть, не обращают на это внимание, поскольку, как я уже сказала, заняты составлением списков задач. Но очень-очень часто дети действительно привыкают к тому, что тело манипулирует взрослый и волей манипулируют взрослые. На мой взгляд, йога возвращает тело хозяину или хозяйке тела. И мы уделяем огромное внимание тому, чтобы внимание было направлено на собственное тело без, скажем так, наших лишних вмешательств и манипуляций. Я чувствую мои ноги, я чувствую мои руки, мои руки, мои ноги и прочие части тела могут делать разные движения не потому, что... Не потому, что от меня это требует, а потому, что мне это приятно. Я себя чувствую при этом хорошо. Мое тело принадлежит мне, мое дыхание принадлежит мне. Дыхание для многих детей и, кстати говоря, для многих взрослых, родители наших подопечных детей становятся просто-таки открытием, что дыхание, оказывается, тоже принадлежит мне. И я могу регулировать его, ну, не до такой степени, как я управляюсь руками и ногами, но в значительной мере я могу со своим дыханием также взаимодействовать. Я могу сделать глубокий спокойный вдох в любом месте, в котором я хочу или в любом месте, в котором я ощущаю необходимость. Что это дает? Ну, это, естественно, саморегуляция, про которую разговор идет очень часто среди наших родителей, особенно родителей детей с раз. И это может быть таким навыком, наиценнейшим навыком, который пойдет и дальше во взрослую жизнь. То есть изначально усвоив его, дети будут им пользоваться точно так же, как своими руками, ногами и прочими частями тела. И также третий момент очень важный – это то, что йога может стать временем ребенка для себя. Мы не соревнуемся, мы не показываем какие-то показательные выступления, мы не поощряем и не зарабатываем награды. То есть все, что происходит на йоге, ребенок делает для себя. Мы, как преподаватели, как взрослые, которые уже прошли этот опыт, мы всячески поощряем эту идею, не заставляем. И наша задача, в общем-то, искать те движения, те способы дыхания, те положения тела ребенка, которые будут действительно приятны и ощущаться как то, что я отдыхаю и набираю сил. Если мы будем ориентироваться на это, то есть все шансы, что будет развиваться вся система в целом, будут развиваться межполушарные связи мозга, будут развиваться границы тела. И все это, конечно, пойдет во все остальные занятия, во все остальные сферы жизни ребенка. И академические, и спортивные, и прочие другие. Почему особая йога? Я вот поставила сюда такие замысловатые картинки. Смотрите. Часто мы действительно под словом йога подразумеваем вот что-то такое очень сложное. Но опыт показывает, опыт моих наставников, мой опыт и моих коллег показывает, что йога очень сложно, настоящую йогу действительно очень сложно выразить на картинке какой-то впечатляющей. По сути йога – это глубокая тишина, это глубокое сосредоточение. И для этого не должно происходить что-то очень зрелищное. Вот эти акробатические, околоакробатические этюды, они, конечно, хороши, возможно, для кого-то, но это не значит, что этот человек более продвинут в йоге, нежели наши с вами дети, которые изображены на этих картинках. И мы, как особой практике, мы принимаем и видим ребенка таким, какой он есть. То есть мы не пытаемся переделать ребенка, мы не пытаемся вылечить ребенка. Мы встречаемся с ребенком таким, какой он есть и движемся от этого, потому что диапазон развития у любого ребенка, как мы знаем, колоссальный, несмотря на исходное состояние. Вот как-то так. Я покажу вам сейчас несколько видео, а пока что на этой картинке, опять же, с прошлого года, где мы с коллегами проводили открытые занятия, мы вам улыбаемся и зовем вас в Инстаграм, Фейсбук для того, чтобы увидеть живьем, как это может выглядеть на фото, на видео. И также вы можете там же задать свои вопросы. Конечно, как и многие другие прикладные практики, мы сейчас соображаем, как нам быть, потому что мы привыкли к очень близкому, к очень тонкому контакту с нашими подопечными. И эти тонкости, увы, невозможно реализовать онлайн. Но хотя бы что-то, что наши родители могут взять на себя, как бы эту роль проводника, которую мы обычно берем на себя и освобождаем родителей для того, чтобы они сами могли отдохнуть, нам придется передать взрослым, которые находятся рядом с детьми. Мы будем это стараться делать. И покажу вам сейчас несколько фрагментов. Так, так, так. Видно ли видео? У меня вот что-то здесь не открывается. Павел загружается, но пока картинку я не вижу. Спину выпрямляю. Молодец. Носом вешу. Отлично. Ладони на колени. А потом... Да, вот так. Присяд и не падают. Молодец. А потом... Меняю. Опускаю. Носом дышу. Аленочка. Получается? Получается? И колени вниз опускаю. Носом дышу. Отдыхаю. Все, молодец. Все, мы сделали. Не знаю, как у вас. У меня почему-то не видно изображение. Давайте попробую другое видео. Отдыхаю. 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 Поза кобры. Сильные руки, сильная голова поднимается вверх. Носом дышу. Евгения, вы на связи или кто-то может быть из коллег? Не получается у меня почему-то загрузить видео. Виктория, в этом плане, когда ты ее придерживаешь, а потом тебе останется только ее разложить. Вот так, вижу. Вот отсюда она у тебя отдыхает, отдыхает. И потом ты с вами ноги параешь, с вами ноги убираешь, и ты тягиваешь ноги, она у тебя вытягивает ноги. Да, видишь? Да, видишь? Потихонечку. Это вот недавно был у нас семинар. Мы с коллегами обсуждали возможность адаптации вот этих картиночных пост-йоги для наших особенных детей. Здесь речь шла о том, что многие из наших детей гипервозгудимы, очень напряженные, и им с большим трудом удается лечь на пол для того, чтобы успокоиться, потому что у нас много достаточно таких положений лежа на полу. И вот я показывала на примере другой преподавательницы, как мы можем начать укладывать ребенка, успокаивать ребенка с помощью губ. Ну тоже сразу ее не растягивать, да, в зверточку. Да, вот тут она у тебя оказалась. И ты по-прежнему рядом находишься, не садится на ребенка, да, вот это не очень было. Вот тут у меня без вариантов. Не знаю, что все это польется куда-нибудь. И вот, то есть осталась она тут, ты все еще с ней рядышком, и вот у тебя весь этот класс отдыхает, смотришь, ну. Если вдруг у тебя, ты знаешь уже ее, да, эту девочку, у тебя рядом одеяло, то есть мы же можем говорить, а в это время там еще что-то делать, разбиваешься. Ты, хуба, открываешь ее. Все, да, все, привел объект. Готов. Да. 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 И еще можешь прижать по верхам тут, да. К сожалению, Виктория сейчас вебинарная комната наша отключила, она попробует перезагрузиться. У нас уже подходит к концу. Сообщение, к сожалению, была не очень хорошая связь. Мы попросим Викторию предоставить нам ролик, возможно, мы сможем их положить отдельно. Ссылку на материалы Виктории на ее Facebook вы видите уже в чате, да. Если есть какие-то вопросы, обязательно их задавайте на вкладочке «Вопросы». Виктория подключите, на них сейчас ответит. Давайте подождем ее еще минутку, она попробует перезагрузиться. Сейчас я попробую включить другое видео. Позе кобры. Сильные руки, сильная голова поднимается вверх. Носом дышу, ноги вместе. Получится ноги? Ноги вместе получится сделать? Носом дышу, вдох и опускаюсь вниз. Выдох. Умница. Чудесно получилось. А ноги соединишь, Ален? Конечно. Вот так. Последний ролик Виктории. Умница. Умница. Держи подúlt. Спину выпрямляю. Молодец. Носом дышу. Отлично. Ладони на колени. это видео мы уже видели я думаю что мы посмотрели все видео к сожалению у нас закончилось время виктория если вы можете к нам подключиться еще вы можете отвечать на вопросы которые люди могут вам оставлять контакты виктории мы сейчас еще раз повторим спасибо вам большое основная информация была очень интересная точно необычное направление и сейчас и сейчас у нас будет еще